Здесь дальняя скула, а надо понимать, что все, что мы видим, это отголоски вот этого, то есть вот это вот, это же вот это просто, здесь оно идет на нас, кто любит силуэт. Когда мы видим какие-то части слева-справа, мы должны понимать, что они, парные, да, просто двигается сразу от точки зрения. Вот здесь идет такая складочка. Шума ее называют носогубной, но несогубная, и, естественно, вот эта вот, это вот такая складка. Здесь возникает тоже такая стратегическая ошибка, люди ее зачем-то рисуют. Они ее видят контрастнее, чем она есть, она почти невинометна, она хорошо видна обычно у людей уже в возрасте. Люди ее начинают зачем-то рисовать, почему рисуют ее контрастнее, чем она есть. А выглядит она еще контрастнее. Получается, вместо человека你可以 call обезьянка. Вот у обезьян, она такая вот активная. Поэтому вот эту складку рисовать почти не надо. Либо сразу на 20 лет старых. Да, особенно в женских портретах. Но, как вы знаете, есть набор ошибок традиционных, которые хороши для... Одни хороши для изображения мужчин, другие хороши для изображения женщин. Но если ты делаешь наоборот, получается плохо. То есть не надо женщинам рисовать огромные щеки, маленькие глаза, не знаю, что еще там. Какой-нибудь нулевой подбородок, толстый нос, там, не знаю, огромный рот. А надо рисовать аккуратный рот, аккуратный подбородок, аккуратный нос и большие глаза. То есть в одну сторону ошибаться не можно, да, ничего страшного, никто не расстроится. Я когда занимался рисунком, у Зархафетри Строганова, теперь я могу ли сейчас отпустить. Вот, Зархафетри рисунка, там кто-то ему говорит, там, Анатолий Васильевич, причем фамилия была бы убили. Вот, не слишком длинную шею я нарисовал, вот гипсовому бюсту вот принцесс такой, там, и говорит, разве можно нарисовать слишком длинную шею? Вот, то есть ошибаться можно в одну сторону, а в другую не надо. Вот, и вот смотрите, какая штука, линии, которые есть, они не должны быть одинаковыми, должны играть. Вот, механически можно это решать так, что все, когда она поворачивает вверху, она светлеет, когда внизу потемнеет, да. Но обычно в жизни мы не успеваем в этом думать, просто важно, чтобы когда вы линии в другую руку вели одинаково, вы вели пальцами, тогда она сама по себе получится неодинаковая. Да, это вы понимаете, да, что линия должна быть не одинаковая, должна быть живая. Вот, иначе будет скучно. Так, значит, нам надо сейчас разобрать минималистический набросок и еще набросок, идущий Антона. Так, сейчас попробуем это сделать, наверное, а все запомнили, да, потом можно будет зафотать, наверное, в перерыве, вот, и сейчас я привезу. По-моему, это краткий момент, если получится краткий. Для меня еще всегда большая проблема дальнего глаз. Да. И на что, от чего отталкиваться, чтобы правильно его... Значит, смотрите, тут надо обеспечить несколько вещей. То есть, во-первых, вот это расстояние должно быть адекватным. То есть, если его расперло, то уже будет плохо. Второе, надо решить, какой силуэт он должен быть верный. Если тут накосячил силуэтом, будет плохо. Ну, потому что здесь всегда бывают косяки дискула, обычно плавают. Дальше надо решить, как близко подходит глаз к носу, и как близко подходит к этому краю. То есть, какие здесь расстояния. Это очень важно, потому что, если мы слишком задвинем его, да, то у нас ощущение от головы будет другое. Да, если слишком оторвем, то тоже будет ощущение, что мы видим дальнюю часть носа, хотя она за углом, как мы ее видим. То есть, если мы сделаем вот слезни где-то вот, начинаем вот отсюда, вот. Тогда ноздрик придется и сам. Да, вот, не очень большой, что нам надо посмотреть. Вот, и сам силуэт глаза, надо понимать, что дальняя его часть, она заворачивается, да, заворачивается она. Она вот так вот делает. И поэтому мы не видим вот это острие вот так. Мы его видим в лучшем случае вот так. Острее, но, в смысле, уголок глаза. Понимаем, да? Либо видим вот так вот, иногда видим уже золого угла, если сильно отвечать, вот здесь и здесь видим. Это самое, это туда. Вот это ключевые моменты очень важные, при этом надо верно взять, соответственно, вот эту часть. То есть, ну, мешки у нас у всех есть под глазами, их нам тоже вот верно изобразить. Вот, при этом, конечно, с точки зрения образа, вот, мне кажется, очень важно объясниться и взгляд в этом плане, когда мы говорим о, скажем, средневековом искусстве, древнерусском искусстве, древнерусском искусстве, там получается выжимка самого эффективного, самого главного. И там очень часто идет вот так вот просто. И здесь даже ничего нет. И этот тон, он, в общем-то, довольно темный, а здесь где-то блик. Но с расстоянием оно прекрасно работает. И это повод для чего? Чтобы мы себе спросили, вот мы понимаем там, что глаз устроен так-то, так-то, а что мы реально видим? Какие пятна ключевые мы видим? Чтобы было эффективно. Этот момент решают и мультипликаторы, конечно, да, то, что нужно кратким линиям, чтобы было эффективно. Этот момент решают плакатные художники, да, можно посмотреть. Ну, вот так, классический пример советский плакат. У тебя две краски, надо, чтобы работало. Падим, превратить, да, вот. Вот, но это вообще вот вопрос. И поэтому, когда мы смотрим на иконы, что здесь не соединяется, да, или там с одной стороны соединяется, а с другой нет. И некий такой вот зерноватый-коричневый тон. Мы думаем, как же так, это белки глаз, у тебя жизнь-то темная. Мы говорим, что белки, они совершенно не белые. И поэтому в длительных рисунках обычно такая хрестоматийная ошибка, люди чуть-чуть оставляют белки надолго. Светлыми они так светятся. Они еще не успевают нарисовать радужкой, поэтому такой вот нет. Ну, потому что глаз вдруг испортишь, да, просто. Вот, так вот, получается вопрос, что мы видим. И поэтому вопрос о пятнах возникает. Поэтому нужен некий синтез. Вот, некий синтез более пятнового наброска. Вот. И более конструктивный. Вот то, что мы сейчас рисуем, то, что я постил вот в последних объявлениях, вот, там как раз такой вот синтез конструкции и тона. Вы встретите очень много людей, которые идут только от тона. Вот. Можно встретить какой-то процент людей, которые идут больше от конструкции, но это чуть-чуть, как правило, в набросках, таких вот коротких рисунков, то есть набросках вот такого размера, что идут больше от конструкции. Строгановская школа и так далее. Вот интересно балансировать. Вот. Если мы говорим больше о тоне, то мы должны пятна взять, которые мы видим. Но это, как правило, либо ты рисуешь пятново с самого начала, либо ты вначале разбираешь конструкцию, потом доходишь немножко до тона. Если ты рисуешь пятнами с самого начала, это должно быть как дополнение. Потому что рисовать много пятнами, эту конструкцию ты не будешь просто знать. У тебя будет быстро получаться красиво пятнами. Ты набьешь руку, будет очень стильно, и ты пополнишь одни художника, которые плохо знают конструкцию. Это надо понимать. Вот. Но иногда чисто пятнами надо. Сейчас попробуем чисто пятнами, наверное, на обратной стороне. Вот. А когда некий баланс, это вот хорошо. Вот. Обычно, когда я все наметил, понимаешь, что все не похоже и все не в своих местах. В этот момент человек обычно перестает базировать, иногда даже раньше. Ну и ты кладешь стопку в очередной дурацкий набросок, постепенно у тебя растет качество. Вот. Поэтому ошибки нужны. Но иногда бывает, что ты имеешь еще время. Тогда ты понимаешь, что все не в своих местах. И ты можешь это все двигать. Поэтому хорошо начинать легко, потом делать жирнее. Вот. Что еще? Что еще? Сейчас. Вот тут небольшой тонечку мы дадем какой-то. Вот. Линии, где мы уси, когда усиливаем, да, надо делать, чтобы они были не одинаковые. То есть даже, когда уже много линий, потому что человек что с линиями делает? Он их уточняет, они расползают, становятся толстыми. Ты говоришь, почему линии все толстые и одинаковые? Говорят, ну я же уточнял. Вот. Ну тогда ты сверху еще по-разному где-то нажми. А когда ты будешь скорбить от того, что тебе приходится так сильно нажимать, ты сейчас скажешь в следующий раз, не буду я рисовать жирно в начале наброска. Буду рисовать лимонечко. Как будто гладить палочку. Вот. Ну вот тут, кстати, еще заворачивается форма вот туда. То есть идет, 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 туда. Хоп. Наоборот, тут еще одна плоскость такая, да? Такая вот она туда. Раз, так за скулами, так. Тюк. Вы помните, там у Хармска что-то тюк. Кто-то ходил, сделал тюк. А сейчас еще есть такой мультик бумажки, да? Лось Аристотель, дятел тюк. Очень хороший мультик такой. Вот. Здесь вот поворот идет как раз на боковой план. Поэтому я вот люблю усиление делать на поворотах формы. Но это у меня связано с профессиональностями, потому что я еще и с культурой занимался много лет. И поэтому начинаешь по-другому воспринимать. Но в принципе это оправданно. Так. О минимализме. Попробую здесь сейчас сделать. На минимализме или перевернуть. Если перевернуть, будет не видно все, что мы тут обсуждали. Может, второй? Второй нет. Может быть, кого-то другого посадить? А вот там какие-то, может быть, в прошлых раз остались. А, кстати! Нет, я могу перевернуть, там просто они будут видны. Нет, вот такой стоянный рядом стоит, углубленный. Может быть, вот этот, что-то не ваш остаток? Нет, я могу перевернуть, просто я в том смысле, что его не видно. Они чистые. Ну ничего, давайте. Наши чистые. Я уже вытер, значит. Значит, вот о минимализме. Да? Да, нормально. Ну, Оля памятник просто отольем кранитей. Да, я уж сама. Как памятник уже. Вот. О минимализме, то есть мы можем дать силуэт, чисто силуэт. Ну, представьте, что это даже, может быть, не карандаш, какой-то графический материал. Ну, дальше, если это пиро или ручка, лучше, чтобы он играл. В этот момент, естественно, мы сделаем не попадание. Это надо иметь в виду. Всегда. Практически. И дальше, оставшуюся часть наброска, мы маскируем это, чтобы никто это не понял. Ну, это нормально абсолютно. Особенно, если делаешь наброски аквариума. Поэтому наброски аквариума делают еще полезно. Значит, дальше мы вот даем как-то. Вот так лучше всего, если ты начинаешь минимализм, конечно, какими-то точками, то есть ты размечаться не можешь, в смысле, ручкой, там, еще что-то. Вот. Но ты вот это все делаешь мысленно. Вот тут смотришь, что брови сильно не уползли наверх, да. Вот. Был один такой руководитель спецназа, который десантником, который забрасывался на чужую территорию, по десяти заповедям, как бы, давал задание. Там, не убей много. Ну, чтобы их просто не накрыли противники, да. Там, не укради тоже много дам и так далее. Вот как-то в увеличенной прогрессии, чтобы они могли как-то свое задание уходить. Так вот, получается, что вот брови у меня уже уползли. Вот. То есть, не уползи бровями много, да. Значит, нос. Вот сейчас я нос это сделаю досюда, да. То будет классический жанр. Поэтому я должен прикинуть, что вот я имею право на нос где-то вот в этих вот пределах. И параллельно ты делаешь красивую линию. Если у тебя совсем, совсем мало времени, то сразу делаешь красивую линию. Вот. Вот какой-то процент этих набросков получается случайно попавшим. Остальные с косяками, ну, может быть, душевные. Вот. Вы это замечаете потому, что вам начинают говорить обычно чаще всего комплименты. То есть, вы понимаете, какие они ужасные, но подходят люди и говорят, что вот ничего. И ты, ну, выбираешь, наверное, их не расстраивать. Зачем спорить. Вот. Ну, и вешай крыш на стенку. И, понимаешь, ничего, что я слезал затылок к человеку, зато там такие красивые глаза. Вот такая суть как бы минималистических набросов. Вот. И вот тут вот заворачивает глаз туда-так. Мяу. Вот. И вот здесь вот. Тут важно сделать, чтобы глаза еще не смотрели в разные стороны. Да. А вот пошла челка. Вот здесь сразу надо давать какую-то игру. Какая-то грустная получилась. Вот я сейчас. Вот. Нос уже здоровый. Это вот косяк. Надо его уменьшать. Соответственно, если я могу, я сюда вот увеличу лицо. Ну, если я не смогу, я буду как-то так воткручивать. Значит, губы. Да, губы. То уже намечаем. Стараемся, пытаемся как-то пропасть. Вот. Оля получилась неплохо. Получилась неизвестная девушка. Вот. Здесь можно буквально вот так вот. Здесь можно ничего не делать, можно делать вот так вот. Тебе минималисты. Вот. Здесь ух, оно вот, допустим, там раз и проще чем-то прикрыть. И вот шея. То есть, не некая выборка такая. Вот. Можно еще меньше всего изобразить. Вот. То есть, короткие. Получается, ты как бы, вот если мы говорим о том, что короткие наброски фигуры, там то же самое. Если это минута, ты как бы сразу делаешь последний слой. Ну, и знаешь, чем искуешь. Поэтому они полезны, потому что они тебе, естественно, дают опыт и ошибок. Но какая-то часть случайно получается. Если целый вечер набрасываешь, на третьем часу идут уже хорошие. Да, то есть, первый час. Это все еще утром. Да. То есть, первый. Сначала. И он, конечно, дальше опять тема. Ну, вот. Ну, потом еще утомление наступает. Вот. Если говорить о набросках тональных, сейчас чуть-чуть. Вот идущих актона. То, что делают часто очень многие наши коллеги, имеющие живописную направленность. Потому что все эти разговоры, о том, что надо рисовать формой, да, даже фешинг, говорю. А есть у нас доброволец? Да. О, Митя хочет. О, проходите. Вот. А наброски тональных. То есть, тут набор пятен. И очень многие люди, вы увидите это, они рисуют просто набор пятен. В этом ничего плохого нет. Особенно, если вы чередуете больше набросками от формы. Но если только от пятен, то просто ты становишься, ты набиваешь рук. Тебе начинает нравиться. Ну, ты как форму не знал, так и не знаешь. А если еще тебе начинают хвалить все, то ты обычно консервируешься. Как, знаете, как течет река, да. И вот кто-то остается вот здесь вот. Им тут хорошо вот так. Вот. Поэтому, значит, больше мы идем от пятна. Причем, может быть, предварительная разметка. Да? Вот. Это не обязательно думать об этом как о построении. То есть, обязательно нужен у нас синтез в голове построения. И пятна. Потому что если будет только построение, и мы будем не владеть тоном, и в длительных работах делать плохое тональное решение, то просто у нас это все выльется в нашей живописи и так далее. Вот. А разметка где-то может быть, а где-то можно сразу тонуть. Надо понимать, что если там тень, то мы так тени делаем. Ничего страшного. Это можно делать там акварелью, какими-то подручными материалами, и с углемом, чем угодно. Просто мы копируем пятна. В этот момент, если люди тональных набросков не делают, в какой-то момент это хорошо. Просто желательно, чтобы он сначала научился от конструкции идти немножко плюс тон. И у него длительные тональные работы были, натюрморты были, с тоном было все в порядке. То в какой-то момент его, естественно, надо выпинывать на тональные наброски. Поэтому две крайности есть. Те, кто делают только тональные в самом начале, а две крайности, которые делают конструктивные, и тональные вообще не делают. И как у них с тоном могут быть проблемы? Потому что вот эти наброски, а как постоянная тренировка тона. И вот когда человек начинает тональные делать, у него вот эта мысль, что надо сразу давать, то, как мы видим, она уже вызывает некий такой внутренний коллапс. Он все равно начинает строить, но тон все равно не делает. Надо же сказать, нет, ты какие пятна видишь, такие и рисуешь. А он начинает тебе говорить, а как же, значит, это все равно, вот те, которые на переднем плане, надо контрастнее делать, а дальше уводить в туман, то есть он все равно продолжает в прежнем алгоритме быть. Хотя если мы немножко делаем контрастнее передний план, то выше. Но не обязательно темнее, просто контрастнее. Как будто мы вот через более хорошую оптику, через более четкие очки, вот смотрим вот на эту часть. Вот, естественно, что в тональных могут быть больше косяки. И тональные, по идее, ну, как бы вот, они тоже чреваты косяками, почему? Потому что пятна можно рисовать не там. И тональные наброски труднее рисовать без властика. Так вот, паук-паук, то все-таки, если мы в целом стремились к наброскам без властика, то тональные наброски, как фигуры, так и портрета, сложно без властика рисовать. Вот. По идее, немножко, конечно, наше знание формы, оно должно проявляться через те пятна, которые мы рисуем. Но здесь очень честно и очень важно еще быть перед собой честным и отвечать себе на вопрос, какие пятна я рисую. Потому что если человек тональных набросков делает мало, то начинает продолжать рисовать условную светотельку. Даже когда пытается тональные делать. А лучше, когда у человека есть и то, и другое. Поэтому если у вас тут сейчас возникают какие-то вопросы относительно того, что я говорю, или противоречия, вы, пожалуйста, не бойтесь еще не его формулировать. Вот. Ну вот там глаз. То есть там где глаз, мы тебя тоже можем спросить. Слушай, а ты какие пятна ты видишь? Человек начинает тебе там строить глаз, контуры, еще что-то ты им будешь. Никаких, никаких контуров нет. Вообще виктора нет. Есть набор пятен. Это распечатка. Распечатка, представьте себе, причем с плохим разрешением картинка распечатанная, такое старинное фото. Из какой-то газеты советской. Вот такой, знаете, плохо пропечатано с растром. Да, с растром. Вот основные пятна, они какие есть. В этот момент, наконец, человек переклинивается его, он начинает как-то видеть, какие пятна. И поэтому никакого глаза нет. Есть набор пятен, но здесь чуть светлее, здесь чуть темнее. Если здесь мы не видим четкий контур глаза, мы так и рисуем. Если мы не видим контур какой-то части, он сливается с соседней частью, мы так и рисуем. Это понятно. Это очень важно для живописцев. Поэтому получается, что симптс этих вещей, он важен. Вот. Как в натюрморте, если у нас сливается кувшин с драпировкой, мы так и рисуем. Это единый предмет, драпировка кувшин. Вот. Здесь, конечно, штрих нам не важен. То есть здесь в набросках вообще все эти моменты с академическим штрихом, они становятся не нужны. Здесь очень хорошо смотрится само по себе намазывание, потому что именно набросках ты вдруг обнаружил, что карандаш сам по себе красив. То есть просто намазанный на бумагу карандаш, он удивительный. И это здорово. Если что-то такое непонятное, вы спрашиваете сейчас трудно рисовать скоро. Вот. Предлагаю чисто тональную на вторую половину оставить. Вначале у нас надо посмотреть на уровень наш, да? Потому что у кого-то, может быть, гулять все будет, у кого-то будет сразу попадать. Вот. Если все сразу попадает, то больше можно тоже использовать. То есть видите, я просто намазываю пятна, и ну как бы он медленно поступает. Представьте себе, что мы берем черно-белую фотографию Виктора, в фотошопе осветляем до нуля, и потом обратно будет чуть-чуть возвращаем, да? Вот он проступает там сквозь туман, туман ушел. Но все же время просто утрисаете отдельные моменты, где темнее, где что выделить. Да, да. Потому что так вот намазывая, я скорее всего еще косяков-то допущу, поэтому придется по второму, по третьему слою. Но тут еще зависит от того, как долго человек позирует. Если он сбежал, допустим, ну в транспорте, то это тоже полезно, потому что на что похож тональный набросок? Он очень похож на наши этюды масла, регулярные, которые мы всем это делаем, короткие как в мастерской, где-то в помещениях, в студиях, так и на пленэре. На что похоже вот такое вот действие? На один мазок плоской кистью. По сути. И поэтому получается, что такие тональные наброски это тренировка для живописца, очень важная. На бескрасах, но мы тренируем то же самое. Это, конечно, чрезвычайно полезно. Вот. Ну, давайте, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв, наверное, чай попьем. Вот. У вас какие-то вопросы будут возникать по ходу? Вы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать, даже которые вам покажутся будут исполненные стомулированные. Начинаем от чего-то больше другого. У Александра, кстати, я его угодно себе, да, на самом деле, они не очень такие, что они делали. Сегодня он выглядит как у человека, который давно отучился и теперь делает все, он хочет. Ну, у него на среднем дне. На среднем дне. У него же там, да, что-то, в разных каких-то там художников. А он же вам показывал картины. А он же вам показывал картины.